Сейчас невозможно представить, что когда-то креста не было, и когда-то это было язычество. Ну то есть здесь вот оно процветало. Вот сейчас, Эдуард, вы можете представить свою жизнь без Бога, свою жизнь без креста? Вообще так моя жизнь сложилась, что достаточно долго я был не крещен. И с момента моего крещения, когда я крест на себя надел, с тех пор его не снимаю, моя жизнь в корне изменилась. И примерно в то же время я прочитал мысль, можно сказать, блаженнейшего Августина, которая очень сильно на меня повлияла и действительно сыграла в моей жизни большую роль. Это слова о том, что если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. И для меня это было откровение очень серьезное. И в общем, действительно, с тех пор, вот с момента крещения, моя жизнь изменилась. А вот из чего изменилась? Какое она была до крещения, какое стало после? Ну много ситуаций. Господь вообще был милостив ко мне еще до моего крещения. Как-то так сложилось. Но это, видимо, по молитвам моих предков, потому что у меня священнический род. Вот. Дом моего прадеда, который был протеереем и в Тверской епархии служил в ныне несуществующем храме Святой Троицы. Им закончилась, к сожалению, эта священническая линия. Но то, что мы знаем, то, что удалось папе моему по архивам докопать, это одиннадцатая колена от меня, священники и декана. Вот. И я так понимаю, что, конечно, это только по их молитвам, в общем-то, моя жизнь сложилась у меня так, как она сложилась. Они вымолили тебя. Господь меня вытаскивал по их молитвам из таких ситуаций, что... А что это было? Для понимания, что это было? Пример какой. Пример какой. Что ты делал? Скажи пример. Может, он на ушко хочет рассказать священник. Да, да, ну да. А мы хотим, видишь, обнародовать для всех. Хотя до крещения грехи прощаются в самом крещении, но некоторые опытные батюшки все равно еще прежде крещения предлагают покаянную беседу, чтобы человеку глубже понять все-таки, сколько ему прощает Господь и на какую жизнь уже настраивать. Ну, мы не спрашиваем, не ради любопытства, а просто кто смотрит, знаешь, вот для многих это может быть каким-то... Ну, это были тяжелые девяносцы. Надежда на спасение и что? Если он смог, то мы тоже сможем, и нам тоже Господь поможет. Это был наркотический опыт достаточно серьезный. Это был и тяжелые девяностые, когда удалось выжить, в общем-то, именно только по... Ну, как я уверен в этом, что по молитвам предков и по воле Божьей. Спасибо.